Низка техники на втором сне десятых Низка техники на втором сне десятых Низка техники на втором сне десятых Низка техники на втором сне Низка техники на втором сне она водой не поливается сверху будем проливать накрывать это мы решили сегодня завтра перерывчик а уже мусор вывезли да да хорошо правильно это хорошо с соседями вообще слава богу а я думал что музыка с соседями мы их любимся а что значит тут со шлаком это какой-то там отходы до или что-то такое как хорошо вообще так ходит в этом не самый главный плюс через сутки как бы пешим ходом по нему свой дом же там уже было как бы на фундаменте там у меня очень много остается на матчах ну тут еще один а вы туда тоже пенопласт оставляйте завтра пересчитаем как криво вот это да что с этим делать надо штука клюбить чешу делать откуда честно лучше гипсов на все наружные стены это плюс как бы утепление будет то есть вы не советуете просто штукатуркой ну вот как вам сказали я ее в принципе не люблю штукатурку да гипс намного теплее практичнее ранее сейчас так и не умею делать штукатуре так чтоб ровно сейчас попробую найти специалистов чтобы это подранки по штукатуре сейчас не умею сейчас уже на гипсов ну а зачем все же на месте не стоит как бы это раньше как бы вот так делали а вот грибов не будет ванной допустим если зайдется картоном зашить или чем то это надо обрабатывать какие-то гидроизоляцию делать гидроизоляцию делать ну допустим вот гидроизоляция она же не делается до потолка у меня вот допустим в квартире до половины есть полки гидроизоляции ну и мокрая зона в плане где дух стоит там на высоту как бы человеческого роста надо и решать а если пар будет идти испарение грибов или там есть какие-то антигрибковые такие покрытия щитные ну это все равно как бы смотрите вот гипс на гипс положен кафель кафель зайдет в принципе доступа к гипсу особо нет ну как раз какой-то есть гипс водостойкий и есть еще какой-то звукоизоляционный какой-то синего цвета звукоизоляционный он как-то так называется я понял а что с этой трубой делать она уходит в систему отопления она по-моему если она отключена обрезать заглушки да поставить заглушки не знаю а что делать разбит надо делать мне кажется по-любому мысли что такое там делать ну тут же трубу просто сместить ее ближе к гипсу и зашить ну а мало ли может через пару лет скажем ну а мало ли может через пару лет скажем ну а вот это я тоже об этом думаю можно вот так в досках вырезать углубление взять ее туда повернуть и вот такую тоненькую пустить ее чисто чтобы она пропустила я так понимаю это чисто так это как полотенце сушитель как на нем что на нем сушить напрямую подобие батареи ну да а я вот знаете думал что если допустим у меня будут здесь гипсокартоновые стенки то вся труба в них проходит правильно они под холом будут а уже в них правильно если не так что у меня получится что эта труба слива она просто будет выше вот этот тройник поднимется да нет на том же уровне просто у вас допустим но она будет сливить и вот уже в гипсокартоне не проходить да ну опять таки смотря с какой стороны у вас инсталляция вот тут будет у меня ванна метр восемьдесят должно быть ванна а вот тут будет унитаз ну то есть он на перестанке будет да на перестанке вот тут унитаз я думаю не проблема тут ракарина тут унитаз тут ванна а тут будет стиралка и сушилка сверху стоять а тут вот это будет вход и тут еще какие-то шапки мне что-то придумают кухню величина смут я была вот тот размер это совсем мало как меня кухню величество где-то чуть-чуть расширится переварить когда стены на стены с надо трубой воздухе шик не повесит у меня счетчик будет на этой стене с той стороны и колонка по моему сюда будет поэтому эту трубу надо будет отрезать и вот по не допускать ее там где входят опять таки если стена будет отшиваться гипсом прятать их нельзя а зачем там вот гипс ну ладно вот эту стену не зашить гипсом а эту зачем вот штукатурят эта стена кирпичная прекрасно маяки ставят хоть штукатурят эту стену помнить зачем еще наращивать что-то сюда а я сбиваю это то что лично и штукатурят рома вот это я согласен наверное надо будет обшить эту часть вот тут тоже я думаю зачем ей птицом зашивать слышно она тут а вы слышите да ну он слышишь ну конечно тут как бы основная площадь закрыта вверх и как еще хуже на кирпич там живу у меня гуха еще на шпакатуре там такой вообще мы это воду мешает эти волосы плавать хорошо на дает на балкон пройти не зада там она там да можно то я хочу скажи хорошо доклад вообще не ничего у тебя все думал как вот там и люди мне писали как она будет держаться но что она у меня брат строитель он в уфе там работает он говорит как это тоже там что профнастил видно что не это самое не делал так так оля тут было дерево больше чем вот эта стяжка весело конечно ты что думаешь а еще шпол был о ее она тяжеленная какие доски хорошие мне надо было их продать от доски а я еще заплатил 20000 что вывезли ну мне правда стены разбивали то можно было их продать а вам нравится такой вид но конечно вот эта загрязненность это все будет сюда да я гляну я буду лежать дивиться на красиво да мы подъедем вот только выезжаем скоро марксина минут через 20 поеду туда через набережную на побегу нормально скажи а с пакетами это все нормально я встречу главное что ты на берега будешь подъезжать пакетами нужно же езда положить чтобы они тебе не заманяли машину меня сумка должна быть багажники по моему что ты там поймал саша акулу днепровскую акулу я понял хорошо саша хороший парень вообще катя саша такие все семейная пара хорошая мама их на день рождения тоже пригласила прийдет летят люди люди идут ой центр конечно куле вечера как опасно но не то что опасно просто пробки вот это дороги центр есть центр конечно и рука твоя из-за этого зеркала не вачу это саша славил рыбину глянь какая огромна муха как здорово да килограмм на 6 до а вы наживаете нет ну я не знаю я твой разок набирался сходила так когда это это не они присты не надо бывает вот потом смотря по них вот рыбаки но рыба конечно огромных я не хочу моя тогда когда она жила я потом ее по башке отбил резал так долго юную баню как живая калу джану будет мертвым ну смотри я зараза куда ты свобра вилечка хочешь смотреть ну иди сюда да да куль витка на табуретку сейчас подожди 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 так посты что ты наделала спрятала упала татой разломалась ящик треснул я посадил двоих на ящик а ящик упал собаки поломали коля выпрыгнул вишен упала обломалась да ну ничё это я 6 будет тут будет хата на стоять столбом то есть только надо вот таком вольерчике маленьком то бутов будет ой марамойка маленький покупаешь вот такой мини валетчик для дома я понял я забрала зараза дать сюда скотина я вас дала мне скотина вот она ж грызая чтоб не подавилась а крик прикрыли прям на глаз мне лапой дала по морде я не очень люблю конечно рыбу речную цены мою нет хорошие андрей ну все равно мне запах рыбы я не могу хоть красных и черных я только икру могу я это но стал столбика самый лучший вот мне кажется стейки сделать хорошо стейки порезать поджарить с лимоном можно целую запеть сделаешь рецепт потом запечешь а чё надо костер во дворе разводить андрей замазать и и знаешь как глиной обмазать ее глиной полностью голубой и в костер кинуть будет классно так делают некоторые знаешь как покупаешь глину голубую глину пакет и ты и чистишь все это самое как сказать ну посолил внутри все там хочешь овощи внутри кстати я не лазать на украине в глине да кукурузе не знаю а я кукурузе я так и не знаю я знаю что берешь глину сперва рыбу разделы и чистишь глиной полностью хорошо обмазываешь вот хорошим слоем разводишь костер перегорел костер и в эту залу кидаешь еще обкладываешь дровами и она горит где-то а потом глину разбиваешь она распада наши как бы застывая делали в детстве когда поход ходили в глину да вот и потом будет можно обычной глины людей взять курку делали так так и курицу можно в глине большую на мукурку так делали а мне кажется что я возьму отрежу и морковочки туда что-то напекаем и в духовочку запечу фенхелем можно можно и запечу голову отрежешь хвост отрежешь если надо главное почистить все и нафаршировать здоровую эту приготовить можно так я живот не буду разрезать все через голову внутренности вытянусь через углу смотри я не буду так типа брюхо аж до конца голову отрежу а тут трошки надрежешь даму потом водами чтобы чтобы уже не это потом палочками из-за того понимаешь я понял и туда морковочки лук можно пупчики даже чей печеночку курину мелко порезать не хочешь так хорошо хорошая утка получилось тогда я нашу когда баларка дело то она как-то еще и рис туда пхала но не сильно не знаю даже не знаю что с такой рыбиной я лучше и в этом запечем духовке ты все ну да она туда молода чтобы она сидит цвета если это кучерява живет оба нас голову на морозах